МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как владельцам удается стоять одной ногой в законе, другой ногой вне его? Сертификат-то есть, он действительно. Также здесь лотерею один раз зарегистрировали, ну и играйте теперь всю жизнь на ней, пока она не закончится. До 31 декабря 2018 года. Все это мы обсудим сегодня в программе «В центре внимания». Здравствуйте. Тему главного сюжета недели продолжаю я, Юлиана Снеку. Итак, главный вопрос. Почему же люди доверяют свои деньги автоматам, в которых победу определяет не случайная комбинация, а заранее установленная? Будем выяснять сегодня с нашими приглашенными гостями и экспертами. Это Иван Игрок. Он предпочел сегодня остаться анонимным, так как раз-таки попал в сложную жизненную ситуацию. Здравствуйте, Иван. Также это Денис Житков, юрист-эксперт. Здравствуйте. И Вячеслав Барушичев, медицинский психолог Кабинета профилактики наркологических расстройств Приморского краевого наркодиспансера. Мы напоминаем, что работаем в прямом эфире. Звоните в студию по номеру 221-4019 и задавайте все интересующие вас вопросы. Помимо этого, принимайте участие в онлайн-голосовании. Наш главный вопрос. Что такое игромания? Болезнь, распущенность или нормальное качество личности? Напоминаем, что все звонки и участие в онлайн-голосовании абсолютно бесплатно. Нам важно ваше мнение. Итак, приступим к обсуждению. Начнем, Иван, с тебя. Расскажи, пожалуйста, как, в принципе, началась твоя история с игровыми автоматами и с игровой зависимостью? Ну, я проживаю в одном из районов нашего города. И у нас открылся недавно магазин. Держат его в качестве продуктового и хозяйственного. И между отделами стоят автоматы. Я такой один раз думал, дай-ка попробую. Затянуло. И в течение нескольких месяцев большая часть зарплаты теперь у меня уходит на эти игровые автоматы. Я уже не знаю, как себя так останавливать. Скажи, пожалуйста, сколько примерно в месяц ты потратил, играя в эти игровые автоматы? Например, за ноябрь, если так считать, у меня ушло примерно 18-19 тысяч. Где-то вот так. А как происходит сам процесс? Как началось твое первое знакомство с автоматом? Ты пришел. Каким образом тебя это заинтересовало? Может быть, ты рекламу в интернете увидел? Да, я увидел рекламу в интернете. Думаю, дай-ка я попробую. Захожу, делаю ставку. Я выигрываю. Сколько выигрываешь? Ну, я поставил 500 рублей. Выиграл, по-моему, 800 или 900 в первый раз, когда я зашел. Меня заинтересовало. В итоге в первый день я проиграл около 5000. Они, значит, дают выиграть. Потом ты впадаешь в азарт и начинаешь больше, больше, больше. То понятно, у тебя уже не остается денег. Ты идешь домой. А на какие деньги ты живешь? Ну, как бы у меня есть деньги, моя зарплата. Ну, я отделяю на квартиру, на продукты. Ну, и она часть уходит на вот эти игровые автоматы. Скажи, пожалуйста, проигрывал ты чаще, чем выигрывал? Я так понимаю, что проигрывал ты сумму гораздо больше, чем твои ставки, чем твои выигрыши. Да, конечно. Но почему каждый раз проигрывая, ты все равно подходил к этим игровым автоматам и продолжал играть? Ну, просто тянет. И хочется, и с надеждой на то, что ты выиграешь. Это, видимо, в голове какое-то подсознательное что-то сидит. И ты идешь, тратишь, тратишь, вставишь, вставишь, и в итоге выходишь ни с чем. Вячеслав, вопрос как раз-таки по адресу. Скажите, пожалуйста, как можно прокомментировать ситуацию, которая происходит с нашим героем? Ведь действительно, сегодня огромное количество людей страдает этой зависимостью. И если наш герой проигрывает зарплату, есть такие люди, которые закладывают квартиры, машины. И, не дай бог, еще более трагично заканчивается финал этих историй. Что это такое и как с этим бороться? Игровая зависимость, одна из видов зависимости, причем тяжелейших зависимостей. И лечение или выздоровление от подобного рода зависимости происходит намного труднее и сложнее, даже чем от наркотиков тяжелой группы и алкоголизма. И все, что все-таки нужно делать людям, которые их неоднократно тянет, и тянет идти, и играть, продолжать тратить деньги на эти игровые автоматы? Что нужно делать людям? Ну, вопрос как бы на поверхности, не играть в автоматы, но зависимость... Она лечится на медицинском уровне. Она лечится, да, можно начать процесс выздоровления. У нас в нашем диспансере есть опыт подобных пациентов. Вот сейчас в наш кабинет пошли... Вот последнее время, за многие годы, я не встречал лично пациентов с игровой зависимостью. Но вот за последний год пошли подобные пациенты с определенной категорией, я по этическим соображениям не буду говорить, из какой категории. Это пошли мужчины от 30 до 40 лет, которые играют онлайн в телефон. Там что-то связано с телефоном, с банками и тому подобное. Также стоит отметить, что проблема игровой зависимости началась еще в далекие-далекие времена. Великие, известные люди, гении также страдали игровой зависимостью. Я предлагаю посмотреть, кто входит в ряд этих личностей. Федор Михайлович Достоевский 10 лет провел в игроманском угаре. В казино Достоевский поначалу выиграл достаточно крупную сумму, но вскоре настолько проигрался, что задолжал даже хозяину отеля, в котором жил. В отчаянии писатель рассылал всем знакомым и друзьям письма с мольбами выслать денег, чтобы расплатиться хотя бы с хозяином отеля, который все это время держал его на хлебе и воде. Оказывается, и Лев Николаевич Толстой страдал этой зависимостью. Если он играл в карты на деньги, то его трудно было остановить. Есть сведения, что он как-то доигрался до того, что проиграл соседу саму усадьбу, то есть дом в Ясной Поляне. Леонардо Ди Каприо, обладатель «Оскара», несколько раз был замечен в роли участника подпольных игр. После проведения серии полицейских рейдов по клубам Лос-Анджелеса, где проводились нелегальные турниры по азартным играм, выяснилось, что Леонардо Ди Каприо не пропустил практически ни одного из них. Игра в карты на деньги – одно из главных увлечений актрисы Кэмерон Диес. Ее имя неоднократно фигурировало в списке участников неофициальных мероприятий, связанных с азартными развлечениями. Вот как мы с вами убедились, и великие исторические гении, наши великие писатели, и современные актеры, которые являются примером для подражания у многих подростков, да, в принципе, и у всей планеты, тоже не могут устоять перед игровыми автоматами, перед азартными играми. Скажите, вот на таком масштабном уровне, как все-таки можно попытаться решить эту проблему? На масштабном уровне? Я вам, наверное, некомпетентен ответить за миллионы людей. Если мы начинаем решать проблему, то мы смотрим… Ну, я смотрю, чем зависимость была вызвана, да, то есть какие черты личности у человека, да, какие психологические сопротивления преобладают, ну, это уже язык такой профессиональный. То есть я подхожу индивидуально к каждому клиенту. А вообще раньше, вот лет, может, 15 назад, в литературе описывалось зависимость, лечение зависимости только в реабилитационных центрах. То есть вот амбулаторно, как бы, эта зависимость, ну, лечилась довольно неудачно. И вот только последнее время передовые психологические технологии стали давать, в общем-то, положительные результаты. И вот на моей уже практике кабинет у нас год работает, есть ребята, которые вот уже год не играют. Ну, также, в принципе, ситуация понятна, она очень сложная, ведь в игровых автоматах, конечно же, есть и победители, людям, которым иногда удается сорвать большой куш, но в основном чему-то это проигравшие. Вот как вы думаете? Я бы добавил бы, я бы добавил бы, понимаете, если в семье есть зависимый, здесь надо работать вообще со всей семьей. А у нас же как получается, что вроде бы есть один человек, вот вы его и лечите. И вот вообще в зависимости так, с любым видом зависимости происходит порой такие, знаете, ну, что ли, такие смешные случаи. Просто здесь непонятен один вопрос, да, понятно, мы все прекрасно видим и фильмы, но и в кино, в которых так это красиво обыграно и показано, когда есть люди, которые выигрывают деньги. Понятное дело, что комбинации в этих игровых автоматах, они очень сложным способом сделаны. Но почему люди, которые вот проигрывают, да, как наш герой неоднократно, они продолжают и продолжают, продолжают все равно ходить и на что-то надеяться? Юлия Анатольевна, они больны, у них есть зависимость. То есть вот этот вот драйв, который дает выигрыш, он запоминается внутри, да, как бы отпечатывается в памяти. И вот те вещества, которые выделялись в тот момент, эндорфины, кефалины, то есть вот эти внутренние эндорфины, вот, они очень четко запоминаются нашим мозгом. И человек идет, как наркоман употребляет наркотики, так же игроман идет играть в надежде, что он выиграет. Мы также напоминаем, что вы, наши телезрители, можете принять участие в онлайн-голосовании. Сегодня главный вопрос программы. Что же такое игромания? Болезнь, распущенность или нормальное качество личности? Звонок и ваше участие в голосовании абсолютно бесплатно. Также хочется затронуть еще одну тему нашей беседы. А не является ли причиной, вот вы отметили, что все больше и больше людей вы сегодня наблюдаете в диспансерах, которые приходят лечить этот синдром. Не является ли причиной этому шаговая доступность к игровым автоматам? Ведь все мы знаем, что существует российское законодательство. И согласно ему, есть четыре игорные зоны на территории России. Одна из этих игорных зон находится и в Приморском крае между Владивостоком и Артемом, где на законных основаниях вы можете приезжать и играть в игры. Но те игровые автоматы, которые мы видим в магазинах, что это за явление? Вот подскажите, пожалуйста, Денис, почему, несмотря на то, что есть у нас закон, мы продолжаем сегодня видеть эти игровые автоматы в магазинах продуктовых. Ну, собственно говоря, автомат как автомат, да, это же не игра в рулетку на столе и так далее. То есть нужно понимать, что тот человек, который установил этот автомат, он вполне может говорить о том, что я к нему никакого отношения не имею. То, что он там делает, это его личное программное там обеспечение, где он там его пишет и так далее, я его просто технически обслуживаю. То есть я заключил договор аренды, поставил его на вот этот квадратный метр и работает, работает, не работает, я пришел, починил и все. То есть, грубо говоря, сам механизм вот этой программы, он где-то или он чей-то, а я к нему никак не отношусь. Он может быть даже не на территории России существовать. Конечно, заграничные, собственно, сервера и там эти вот коды и так далее. Я так понимаю, что вы сейчас рассказываете как раз-таки о тех дырках в законе, которые позволяют владельцам подавать свою деятельность не как игровую, а, как выяснилось, как лотерейную. Ну, да. То есть, если ее сопоставлять с лотерейной деятельностью, то мы же понимаем, что закон о лотерейной деятельности, да, или о базартных играх, да, они же дают разные понятия этим играм, почему они не отличаются. То есть, лотерея – это когда, собственно говоря, во-первых, она регистрируется, во-вторых, она имеет целевое назначение, в-третьих, это всегда одно лицо и другое лицо. То есть, это два. Один, который проводит лотерею, другой, который в нее играет, и комбинация чисел, которая уже записана, она выигрывает или не выигрывает. Вот. И горная деятельность, она, в отличие от этого, это тоже, то есть, игра, но там указано четко. Это соглашение, основанное на риске, то есть, случайный выход, выплат этих чисел и так далее, которые заранее неизвестены, может быть заключено не между одним и другим человеком, а между двумя, тремя, пяти... И вот исходя из этого, почему владельцев выгоднее представлять свои автоматы как лотерейную деятельность? Потому что лотерейную деятельность однажды где-то какую-то можно зарегистрировать, ну, то есть, получить на нее разрешение, то есть, зарегистрировать тираж и, собственно, говорить, что она там проводится, не провелась, еще проводится, и так проводить ее до той степени, до которой выдано разрешение, как в документах, которые представили. Давайте вот немножечко поговорим о тех документах, которые нам представил один из владельцев игровых автоматов. Это сертификат. Вот, сертификат терминалом. Во-первых, мы здесь не видим, что это за терминал. Тут есть общество определенное, да, которое является владельцем терминала, которое выполномачивает другое, значит, на совершение действий с терминалов, предусмотренных агентским договором. То есть, отметить, что этот сертификат подкреплен еще пакетом разрешительных документов. То есть, тут нужно видеть агентский договор, под который выдан этот сертификат. Что в нем написано? То есть, одно передает другому. Для чего? Просто обслуживать, записать туда программу, извлекать деньги или что за агентский договор. И полномочия здесь выданы на период до 31 декабря 2018 года. То есть, тут он еще будет целый год работать. Если мы говорим, что некое вот это общество где-то зарегистрировало свою лотерею, там, в Москве, не знаю, в Ленинграде, ну, в Петербурге, еще где-то там по стране, то вот этот розыгрыш в этом терминале, их же можно поставить несколько штук, один, два, десять, хоть сто, как будто бы он все проводится и проводится, и проводится до самого 31 декабря. Подождите, вот давайте на чисто примитивном уровне. Все же мы прекрасно понимаем, что такое лотерея. Мы все в детстве видели это на экранах телевизоров, что это шарики, это билетики, которые постоянно предоставляют какую-то комбинацию. То, что мы видим в магазинах, разве это можно назвать лотерей? Не совсем так. В связи с развитием электронной, вычислительной, интернет, всякой техники, лотерея тоже обзавелась возможностью быть электронной. Понимаете? Ну, там сам принцип комбинации вот этих расчетов, программы, она другая. И говорить о том, что этот терминал действительно лотерейный или действительно с азартной игрой, могут только специалисты, которые технически его откроют, посмотрят вот эти все комбинации. Вот скажи, пожалуйста, Иван, как ты думаешь, если бы не шаговая доступность к, уже даже не знаю, как это назвать, игровые автоматы или к лотереям, неважно, к этим агрегатам, можешь ли ты представить, чтобы ты был менее зависим, если бы не такая шаговая доступность к этим агрегатам? Мне кажется, что да. Просто они сейчас на каждом углу, почти в каждом втором магазине. Почему бы не зайти и не поиграть? Вот такая мысль вивается в голове у нас. Вот скажите, Денис, тоже такой очень интересный момент. Есть какие-то моменты, благодаря которым все-таки можно оправдать деятельность владельцев автоматов? Какие моменты? Я не знаю. То есть, собственно говоря, это проблема по всей стране, и ее надо решать на законодательном уровне. Но вот мы определили четыре зоны, ну и что толку? Полторы из них работают, и доступности никакой нет. А люди как играли, так и играют. Я так думаю, что можно было бы на законодательном уровне каким-то образом ограничить или доступ к этим играм. Разрешить их, разрешить, но с ограничениями. Ведь мы все помним, всякие сухие законы, там еще что-то, да. Это приводило к тому, что все уходит под поле, и там все это некачественным образом делается, люди умирают. Точно так же вот происходит и с играми. То есть, если ставить эту задачу на уровень всей страны, то нужно ее, мне кажется, все-таки разрешить. Но может быть доступ дать ограниченный, запустить, закрыть все на серверах Российской Федерации, и, к примеру, проводить доступ по ННН, не знаю, по паспорту, по СНИЛ, какое-то ограничение. Или установить ограничение денежных средств, которые может второй проиграть. Да, то есть, зависимый, я не знаю, там он поставит тысячу рублей в день, все. И, то есть, если ты зашел под своим логином, проиграл, то ты больше просто не можешь, и аппарат у тебя не принимает. Давайте посмотрим, как эту ситуацию комментирует полиция. В 2017 году сотрудниками подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции выявлено 31 преступление по фактам организации и проведения азартных игр вне игорной зоны, в том числе 9 преступлений, совершенных в составе организованных групп. За незаконную организацию или проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, либо с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сетей интернет, а также средств связи. Законодательством Российской Федерации предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. От штрафа в размере до 1 миллиона рублей с конфискацией игрового оборудования до лишения свободы на срок до двух лет. Опять же возникает такая странная ситуация. Ведь если в открытую проговаривается о том, что есть конкретная ответственность, есть конкретные статьи в нашем законодательстве, почему все-таки находят у владельца автоматов какие-то дырки в законе, пользуются ими, и почему такие дела действительно тяжело довести до суда? Почему у нас до сих пор автоматы в некоторых магазинах стоят себе спокойно? Я же вам до этого только что сказал, что сам тот, кто его поставил, этот терминал, он ссылается на агентский договор, который записан в сертификат. А там написано, разрешается размещение для использования технического обслуживания. Все, за это вы берете свою комиссию, там, тысяча рублей. Все. И он говорит, а что в этом автомате внутри? Да я вообще понятия не имею. То есть, да, автомат, но он не мой. Вот здесь вот спрашиваете, я тут ни при чем. Вот все. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, наши гости, какое вообще решение из этой ситуации есть? То есть, какая обстановка на сегодняшний день? Закон у нас есть. По закону, вроде бы как, деятельность игровая за пределами горной деятельности запрещена. Но мы видим игровые автоматы. В том числе, полиция над этим вопросом активно работает. Но, опять же, не удается истребить из лица всех продуктовых магазинов все игровые автоматы. И как последствия этому, мы видим шаговую доступность до этих автоматов и видим людей, которые действительно продолжают и продолжают играть. Что делать в этой ситуации, по вашему мнению? Ну, если убрать один вид зависимости, а человек зависимый, он перейдет в другую зависимость. Мы убрали одни наркотики, да, полиция и наркополиция. Появились другие наркотики, более страшные, более тяжелые, синтетические. Убрали натуральные, пожалуйста, синтетику. Уберут сейчас эту синтетику, появится еще что-то. Мы сейчас уберем автоматы, зависимые люди будут заниматься все равно каким-то видом зависимости, в ущерб своему здоровью. То есть, в любом случае, их зависимость неизбежна. Единственное, что остается сделать, это на медицинском уровне лечить эту проблему. Да, и более того, очень важно, чтобы в этом принимали все эмоционально значимые люди, то есть семья. Вот к нам приходят люди, это те ребята, у которых семья, ну, как бы, мотивировала их на лечение. Вот так, чтобы пришел один человек, просто так, да, и сказал, да, я зависимый, я там живу один, вот таких нет. Обычно приходят жены, там семья распадается, либо это отец, брат старший, которые имеют какое-то влияние на клиента. И тогда мы спокойно работаем, и спокойно, что в семье все хорошо. И, Денис, обязательно, обязательно работа еще и с родственниками, в том числе, как работают с родственниками наркозависимых и алкозависимых. Чтобы они поддерживали в сложных ситуациях людей. Естественно. Чтобы выздоровление было во всей семье. Спасибо большое, к вам вопрос. Вы, в принципе, предложили свою методику, благодаря которой, возможно, владельцы автоматов не будут юлить перед законом, и закон будет более лояльным к их деятельности. Но если вкратце поговорить о социальной ответственности этого бизнеса, ведь мы можем делать бизнес по производству хлеба, а можем по распространению наличия игровых автоматов. Вот насколько это справедливо, и, на ваш взгляд, есть ли какое-то решение этой проблемы? Возможно ли, что вообще игровых автоматов у нас незаконных больше не будет? Или, как оказалось, частично законных? Вот вы понимаете, вы спрашиваете о морально-этических принципах, коим не касается абсолютно наука юриспруденции. И абсолютно без разницы, что у вас морально-этического внутри. Есть четкие нормы, есть позиции, есть те рамки, в которых мы должны работать. А все морально-этическое, как же ты так сделал, почему? Это, наверное, к психологам. Не глупо умирать жирную пищу, борясь с жирением. Конечно, конечно. И так же, и здесь тоже можно сказать. Что в дальнейшем ждет вот эти автоматы, которые стоят сегодня в магазинах? Мы же, вот мы отметили, сегодня очень запутанная на самом деле ситуация, потому что дырок в законе очень много, что якобы они, с одной стороны, незаконны, но, с другой стороны, частично законны. Вот что, на ваш взгляд, на перспективу в дальнейшем ждет такую деятельность? В ней горных зон, которые разрешены. Да есть два варианта всего лишь. Либо она продолжится, если ее не будут пресекать, либо она разрешится и будет действовать законно. Но в любом случае, если ее запретят вообще и заберут все автоматы, правильно сказали? Появится что-то другое. Обязательно появится. Поэтому у нас в России, в Союзе и до этого в Царской, все, что запрещалось, не работает. Нужно разрешить. Спасибо большое. И, Иван, твое мнение вообще на всю происходящую ситуацию. Как ты в дальнейшем? Ты можешь нам пообещать, что ты больше не будешь ходить в эти игровые автоматы, играть, а будешь, я не знаю, букеты красивые маме покупать, девушке своей на эти деньги? Я думаю, что я постараюсь, но я зам за себя отвечаю. Специалист есть. Обращайся. Мы для тебя специально пригласили сегодня. Я приглашаю к нам в кабинет и всех людей, которые попали в подобную беду. Ну да, 2-73-48-20 кабинет нашего. Телефон нашего кабинета. Давайте подведем итоги нашего голосования. Итак, напоминаем вопрос. Игромания это болезнь ответила 66%, распущенность 20% и нормальное качество жизни 14%. Вот такие ответы. В принципе, они были схожи с основными тезисами, которыми проговорили. И какой же можно сделать вывод из этой ситуации? Покуда закон до конца ясный и точно не будет сформулирован, у людей всегда будет правовая основа, хотя бы частичная, правильно я понимаю, заниматься игровой деятельностью вне разрешенных законодательством игровых зон. Но и сами люди, сами люди должны понимать, что они делают, включать холодную голову и холодный разум, и чтобы уберечь себя от финансового обмана. Это была программа «В центре внимания». До скорых встреч.